Здравствуйте, товарищи! Начинаем вторую лекцию по курсу «Политические составляющие социально-трудовых конфликтов». И напоминаю вам определение политики. «Политика есть классовая борьба за завоевание, надержание и осуществление государственной власти». Значит, стороны этого отношения, стороны этой классовой борьбы, это, с одной стороны, владельцы средств производства, капиталисты, а с другой стороны, работники наемные, которые создают материальные блага и получают лишь необходимый продукт и эквивалентной стоимости их рабочей силы, в лучшем случае. А что касается работодателя, они получают прибавочный продукт собственников средств производства. Ну вот, эти две части продукта как бы представляют разделение продукта между собственниками средств производства и работниками. По статистике, нынешний, примерно за один час рабочие вырабатывают эквивалент своей зарплаты, а в остальное время они работают на собственника средств производства. Ну вот, поскольку собственники средств производства принадлежат господствующему классу, они держат в своих руках государство, а государство – это не просто насилие над другим классом, а систематическое насилие. То есть не просто какая-то машина, которая пускается в ход эпизодически, а систематическое насилие в интересах господствующего класса. А чтобы насилие было систематическим, нужно выработать систему положений. Когда применять и как применять насилие для осуществления интересов господствующего класса. Вот такая система норм, которые предусматривают наказание силой государственной власти тех, кто не выполняет эти нормы, называется правом. Определение права таково. права, и это возведенное в закон воля господствующего класса. И вот сегодняшнюю лекцию мы и посвятим тому, что говорится в праве о коллективных трудовых конфликтах. И если мы обратимся к современному праву, то мы увидим там интересные такие вещи. Мы там увидим, например, определение заработной платы. Оно так выучит. Зарплата – это вознаграждение за труд. То есть кто кого вознаграждает? Работники вознаграждают собственников средств производства, поскольку отдают им прибавочную стоимость, которую они создали. Или работодатели вознаграждают работников за то, что работники ими эксплуатируются. Ну вот написано так, что зарплата – это вознаграждение за труд. На самом деле, что такое заработная плата? Заработная плата – это цена рабочей силы. А цена рабочей силы соответствует стоимости рабочей силы. Как для всякого товара это положение верно. А стоимость любого товара определяется трудом, необходимым для производства этого товара. Соответственно, и стоимость рабочей силы определяется тем, сколько стоят те материальные блага, которые нужно приобрести для того, чтобы нормально воспроизводить рабочую силу работника, членов его семьи. Вот что такое стоимость рабочей силы. Ну а цена может быть выше или ниже стоимости. Как правило, она ниже стоимости. Чтобы она была выше стоимости, нужна соответствующая борьба самого рабочего класса, организованного в профсоюзы. Ну и поскольку речь идет о борьбе, и эта борьба ведется в рамках государства, как организации силы, которую держит в руках господствующий класс, то вся эта борьба тоже отрегулирована. То есть имеются нормы права, которые говорят о том, что работник может, или работники могут, что они не могут. И вот не только такую вещь можно увидеть, как вот я сейчас отметил, что цена рабочей силы, она называется неким вознаграждением за труд. То есть неправильное определение дается общей заработной платой. Ну и говорится об отношении к социальному партнерству, хотя в данном случае имеет место отношение к эксплуатации, а не к социальному партнерству. Потому что если партнеры... Я как-то предлагал докерам, у которых был консультантом, на переговорах, вынести такое предложение, значит, они зарплату выплатили, а прибыль, раз у нас социальное партнерство, прибыль попала. Но я не сказал, чтобы отказалось руководство. Дело в том, что сами докеры побоялись даже внести такой пункт. Как некоторые предложения на переговорах. Ну, раз мы с вами партнеры, давайте прибыль попала. Ну, нормальные же партнерские отношения. Баш на баш. Об этом речь не идет. Ну, и поскольку говорится о том, что рабочие и работодатели в законе находятся в партнерских отношениях, какие могут быть конфликты между партнерами? Ну, сами подумайте. Могут быть только споры. Поэтому в законодательстве слово «конфликты» устранено, изъято из законодательства, хотя оно на некоторых этапах присутствовало. Оно не присутствовало до появления закона о порядке разрешения коллективных трудовых споров в скобках конфликтов. Этот закон появился при Горбачеве. До этого не было такого закона, который бы регулировал коллективные трудовые споры. А забастовки были. И конфликты были. Если иметь в виду то, что называется конфликтом. Никакого понятия конфликта в буржуазном праве нет. Вот в законе о профсоюзах его нет. Его нет в Конституции. Его нет в Трудовом кодексе России. А конфликты есть. И отделение конфликтологии есть. Но конфликтов как бы и нет. Все знают, что они есть, но их в законе юридически как бы и нет. Поэтому говорится просто о разрешении коллективных трудовых споров. То, что в скобочках стояло при Горбачеве, при Ельцине было убрано и пока не установлено. Более того, понятия коллектива нету в праве российского. Нету. Вы если будете искать, оно истреблено отовсюду. Как это коллектив? Какой коллектив? Никакого коллектива быть не должно. Он не сорганизуется и будет оставить свое интересное. Но есть коллективные переговоры, есть коллективные трудовые споры, есть коллективные договоры или договора, есть коллективные соглашения. То есть слово «коллектив», как бы его не выстребляли из законодательства, оно всё равно сохранилось, но не в именительном падеже. Сам коллектив не присутствует. А всё остальное, в общем, присутствует, потому что никуда не денешь эти отношения. Дело в том, что составление такого документа, как Прудовой кодекс, оно связано всегда с борьбой двух сторон и представляет свой некий компромисс. То есть буржуазия хотела сюда вставить одно, организованные профсоюзы работники хотели вставить туда другое, а в итоге получилось некое третье, в котором некоторые есть дырки, странные такие понятия, или отсутствие, скажем, вот этого понятия «коллектив», или нет понятия «конфликта» и так далее. То есть не надо понимать так, что начинается какой-нибудь конфликт, и вот только тогда появляются какие-то права, отношения. Это уже результат длительной довольно борьбы противоборствующих сторон или противоположных сторон одного отношения, этого противоречия. Ну и поскольку за этим длительная борьба стоит, поэтому и результат заключается в том, что целый ряд прав очень больших имеется у трудящихся, у работников. Вот на этих правах я хочу остановиться. Какие права есть у работников? Возьмем два документа. Это вот один документ за закон о профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности, который очень рекомендую для изучения. «Профсоюзы можно образовать совершенно свободно, можете их регистрировать, можете их не регистрировать. Но этот вопрос, вопрос о праве на объединение, он давно уже решен, и его, так сказать, обратного хода нет. То есть есть право на образование профсоюзов, и можно их образовывать свободно. И они представляют работников, и с этим вынуждены все считаться. Ну, надо сказать, что грамотные руководители предпочитают иметь дело с организованными профсоюзами, чем с массой людей, которые, так сказать, и разъярены, и недовольны тем, как действует руководство компании. Значит, закон о профсоюзах подлежит изучению. И этот вопрос о профсоюзах будет объектом нашего рассмотрения, в том числе и на экзамене. Я обещал принести программу. Здесь вот на этом диске есть программа, там есть список экзаменационных вопросов. У вас будет экзамен. На экзамене будут два вопроса. Из этого списка вы выбираете себе самые любимые, которые вам больше нравятся, а я потом слушаю, что вы по этому поводу скажете. Ну, можете себе оставить, можете принести, это не проблема у меня еще есть. Но надо, чтобы другие товарищи, вы им как-то передали или переслали. Сможете это сделать? Хорошо. Ну вот. Что мы имеем в этом плане, в законодательстве хорошего? Ну, во-первых, на самом деле, хотя и разными словами, но признано то, что наше отношение, не есть отношение личной зависимости между работниками и собственниками средств производства. То есть отношения личной зависимости феодальные остались в прошлом. Поэтому это не значит, что работники обязаны работать, если они приняты на работу при каких условиях, при каких угодно условиях или при тех условиях, которые считают необходимым создать работодателей. Это те условия, при которых работники готовы продолжать работу. Поэтому право на забастовку, которое провозглашено Конституцией, 37-я статья, записано в законе о правосоюзных правах и гарантиях деятельности в Трудовом кодексе России. Вот это право на забастовку означает одно, что труд не носит в России принудительный характер. Как вообще он не носит принудительного характера в буржуазном обществе? И это вот право буржуазное вполне это признаёт. Ну а если рабочие не могут сами организоваться, работники не могут сорганизоваться, они как бы сами виноваты. Это таким не вполне ясным языком, но записано во многих-многих статьях. Если вы будете читать, вы обязаны прочитать, законспектировать и хорошо понимать Трудовой кодекс России в нём. Только я рекомендую вам не брать никаких комментариев вот такого объёма. Сам Трудовой кодекс – это маленькая книжечка, как вы понимаете, в судебных делах и спорных делах комментарий не означает ровным счётом ничего. Что думает тот или иной человек по поводу этой статьи, никакого прямого отношения к этой статье не имеет. Поэтому опираться там суды или другие организации будут только на то, что написано в самом законе. Вот в этом самом Трудовом кодексе и обозначены те права, которые имеются у работников, если они организованы. То есть имеется масса статей, в которых написано, что требуется согласование с профсоюзом тех или иных решений по вопросам труда, условий труда, охрана труда, организации труда, обеспечения техникой, обеспечения средствами защиты и так далее. И всё это сопровождается таким указанием. Есть ли это отражено в коллективном договоре соглашений? То есть если работники сорганизовались, выставили требования, написали проект коллективного договора или соглашения, провели переговоры, если на переговорах не достигли соглашения, то организовали забастовку, прошли все этапы разрешения коллективного трудового спора, как написано на самом деле конфликта, уже раз они не получили согласия во время переговоров, то на самом деле разговоры закончились, пошёл конфликт. То есть вот то, что написано в разделе о порядке разрешения коллективных трудовых споров, это, конечно, раздел о конфликтах. Там не о спорах идёт речь. А конфликт – это противоречие, но противоречие, обострившиеся до такой степени, что сила аргументов заменяется аргументами силы. То есть стороны переходят от дискуссии по этим вопросам к применению тех возможностей силовых, которые у них есть. И такие возможности есть не только у работодателя, но и у работников, потому что если работники не будут работать, то и нет никакого работодателя, и нет никакого предприятия, и оно не функционирует. Поэтому у них есть колоссальный рычаг, и это рычаг законный, конституционный, признанный правом буржуазным. Поэтому если им не пользуются, то это, так сказать, беда самих работников. Пользоваться этим правом непросто. Хотя с другой стороны, нет таких непереходимых и таких очень тяжелых проблем, которые бы надо было решить. Потому что, скажем, передовые профсоюзы прекрасно эти вопросы решают. Я, например, хочу сказать, что российский профсоюз Докеров, у которого я, у нашей Санкт-Петербургской организации был консультантом, и сейчас являюсь консультантом правкома Докеров, АО, первая середурная компания, они проходят процедуру забастовки полностью для подготовки забастовки. И останавливаются обычно на этапе, когда вот пройдена вся эта процедура, и вот они тогда садятся с работодателем на переговоры, и эти переговоры становятся плодотворными. Почему? Потому что если работодатель хочет посмотреть, как выглядит забастовка, то вот надо уведомить, назначить просто, собрать конференцию, назначить срок забастовки, записать, что забастовка будет бессрочная, и тогда власть в этой компании на время забастовки переходит в руки забастовочного комитета. В прямом смысле власть, потому что забастовочный комитет будет решать, работать, не работать, обрабатывать суда, не обрабатывать суда, в каком порядке, но он может менять форму забастовки только, уведомив, за три дня. Он не может сегодня изменить форму, и завтра по-другому начать. Нет, вот через три дня будет уже другая форма. Более того, по закону, и работники обязаны нести ответственность, и несут ответственность за порядок на предприятии во время забастовки из-за сохранности рабочих мест и имущества работников и работодателей. Ну, а раз они несут ответственность за это, то есть они вправе организовать соответствующее обучение, в том числе обучение, скажем, боевым противоборством, различным видом, поскольку они отвечают за порядок в предприятии. И тем самым предприятие переходит вообще в другой режим, работы. Поэтому, как показывает опыт, весь опыт длительной борьбы рабочего класса, и в том числе и наших российских профсоюзов, этот опыт показывает, что улучшение положения, скажем, увеличение свободного времени, сокращение рабочего времени, улучшение условий труда, повышение реального содержания зарплаты, уровня зарплаты и так далее, всё это можно достичь путём самых разных забастовок или других коллективных действий, которые являются или скрытыми забастовками, или полузабастовками, или можно их просто называть коллективными действиями. Какие это бывают действия? Ну, поскольку закон, он строгий, то есть там всё расписано, порядок, разрешение коллективного трудового шпора, значит, всё, что идёт не по этому закону, не попадает под этот закон, но не попадают и выводы тогда отсюда. Скажем, если это действие не оформлено как забастовка, то её и запретить невозможно. Например, если работники начинают медленнее работать, то есть если они, допустим, раньше выполняли нормы на 160, на 180 процентов, а потом договорились и стали выполнять на 101 процент. Какие можно к ним меры применить? Никаких. Они договорились, скажем, не выходить сверхурочным на работу. Можно доставить человека выйти на сверхурочную работу? Нет. Они договорились не работать в выходные дни. Можно заставить их выработать? Невозможно. То есть если работники об этом договорились, то вот, скажем, это вырастает в очень большую проблему для собственников средств производства. Я думаю, вы, наверное, были в районе авто, вы видели, там такой виадук идёт. Вот от метро авто такой виадук над железной дорогой. Этот виадук появился как реакция на то, что в своё время была могучая забастовка докеров, но вот в такой форме. В форме отказа от сверхурочных работ и работы выходные дни. И настолько много скопилось этих самых вагонов, гружённых, которые никак не могли быть переработаны, потому что докеры раньше выполняли норму 160-180 процентов, а они стали выполнять на 101 процент. Я могу к вам предъявить какие-то претензии, если вы норму выполняете на 101 процент? Могу я сказать, что вы не выполняете производственное задание? Не могу. Могу я заставить вас работать в выходной день? Не могу. Могу заставить вас? Просить могу в своих ручках, а заставить не могу. Ну и это привело к тому, что вот настолько всё было затоварено и транспорт остановился, что, в общем, эту проблему здесь решали городские власти таким образом, что надо виадук построить, на случай, если снова будет такая же ситуация. А запретить это невозможно. Как вы можете запретить людям не работать в выходные дни? Никак вы не можете запретить. В выходной день он на выходной. И тем более, как вы можете сверхурочно заставить? Есть другие приёмы, связанные с... вот в то время, как идёт процедура, формальная процедура организации забастовки. Она предполагает первый этап какой? Выдвигаются требования. И идёт потом процедура коллективного трудового спора. Но в законе, то есть в трудовом кодексе, есть отдельный раздел, который посвящён коллективным переговорам. С чем он хорош? Работники собираются в собрание или конференцию и принимают решение выставить такие-то требования. Конечно, требования должны быть не пустяковые, потому что за эти требования нужно будет бороться долго-долго-долго. Быстро это не получается. Поэтому и требования должны быть серьёзные. Например, требование выплатить зарплату в таком-то году, в таком-то месяце или за такой-то месяц, это, я бы сказал, глупое требование, потому что есть статья 142 трудового кодекса, в которой записано, что если вам 15 дней не заплатили зарплату, вы имеете право, уведомив представителя работодателя, написать бумажку, что я, что вы приостанавливаете работу, прекратить работу и можете не находиться на рабочем месте. Ну, можете находиться, но не работать. И ждать, когда вам принесут бумагу на блюдечке с золотой каёмочкой, где будет написано «Иванов, Иван Иванович, завтра вам будет выдана зарплата, выходите, пожалуйста, завтра на работу». Это 142 статья, поэтому всякие забастовки по случаю невыплаты зарплаты не нужны, потому что этот вопрос урегулирован нашим законодательством, потому что были случаи большие раньше невыплаты зарплаты в 90-х годах, которые кончались очень большими конфликтами, когда рабочие, которым полтора месяца, и полтора года не выплачивали зарплату, они выходили на железную дорогу Транссибирскую магистраль и останавливали поезда. И заведены были уголовные дела и вовремя одумались те, которые заводили, потому что дальнейшее развитие событий могло привести к кровопролитию, потому что ну взяли бы люди трубки металлические и били бы по головам тех, кто заводит уголовные дела, потому что если дети голодные, люди голодные, голодный человек может сделать все что угодно, до этого не надо заводить. Поэтому этот вопрос урегулирован. За невыплату зарплаты имеется уголовная ответственность. Она не часто применяется, но вот, например, невыплата зарплаты была строителем космодрома Восточный, и там заведено более 20, если не больше, может быть, и 120 уголовных дел, чем занимался Рогозин. То есть зарплату надо выплачивать, и для этого никакие переговоры не нужны. Надо применять те нормы и тот порядок, который установлен законом. Люди этого не знают, или они не умеют этим пользоваться. Допустим, я хочу вам или вы хотите уведовать меня о том, что вы приостанавливаете работу. Останавливаете или приостанавливаете работу? Разница в чем? Если я останавливаю, я как бы нарушитель. Да как я останавливаю? На трудовой договор вы останавливаете, вас можно увольнять. А приостанавливаем? Так я жду, когда вы заплатите. Если договор у нас заключен, он двусторонний, вы работаете, я вам плачу зарплату, вы не работаете, я вам не плачу, или я вам не плачу, вы не работаете. Это же договор двусторонний. Поэтому я вам такую бумагу, вот вы мне несете эту бумагу, а я вашу бумагу беру, вот эту о том, чтобы приостанавливать. И так я рак, и взорвал. ваше действие а почему еще вообще вас сразу нет в кармане трех экземпляров чего не приготовились в беседе вы что не знаете как бывает сразу раз чтоб чек не нервничал залом а второй экземпляр вам трудно что ли на феррике сделайте 10 штук и он успокоится второй вариант вы даете им бумажка он считается и скомкал ее и все не рвет что нужно делать что вы делаете чтобы она дошла до него каким а с уведомлением о вручении чтобы у вас письмо то письмо а у вас должна остаться бумага о том что он вручено вот я думаю что пользуются этим правом потом не присутствует на рабочем месте не работать надо с момента когда вы получили уведомление что он получил работодатель то есть вот это вот некоторый пункт который есть в законодательстве который раньше был конфликтным а сейчас он не бесконфликтным конечно но он урегулирован то есть этот конфликт легко разрешать есть такой способ решения спорных вопросов конфликтных проблем которые формально не является забастовка по существу является вот этим пользуются те кому забастовки в полном смысле слова в точном запрещены транспортным работником скажем авиадиспетчером вот авиадиспетчеры избрали такую форму борьбы вот вы авиадиспетчер да сейчас вот у нас лекция закончится то есть ваша работа закончится в 1850 я пойду домой а вы здесь остаетесь почему а у вас просивное собрание домой позвонить их своему собрание и ночью тут будет всеет тут конечно под придут люди тут вообще как-то аудитории сидят у меня собрание правосоюзна где написано сколько времени надо проводить проживает собрание надо исходить еще не только из того что записано из того что они записаны не записы 1 не записано ось не записано учебного дня. Ну, тут, конечно, подготовиться, надо рюкзачок взять с собой. Можете спальный мешок взять. Так хорошо. С собой питание. Завтра буфетик откроется. По очереди будет ходить в буфетике, и у вас идёт собрание. Всё обсуждаете, как бороться с нарушениями ваших интересов. Итак, в Калининграде месяц было проследованное собрание. То есть домой не уходили. Если жена может прийти дети могут прийти, папу посмотреть. Ну, они приходят в зал, они в зале ожидания, сидят в аэропорту, у них собрание. Естественно, журналисты приходят. Это всё шум, гам, так сказать, по поводу, что это за звери, руководство, которое не даёт возможности, не решает проблемы авиадиспетчеров и так далее. Короче говоря, там все требования были удовлетворены. В Вологде события развивались гораздо хуже. взяли из четырёх авиадиспетчеров, представители корпорации по организации воздушного движения, уволили. Тогда все остальные авиадиспетчеры написали заявление об увольнении тут же, по собственному желанию, сразу. Ну, а через Вологду столько проходит самолётов там, северным маршрутом, что работодатели в улице, значит, сразу всех вернули назад и успокоились. И всё удовлетворили. А в Сургуте разъярённый начальник выгнал участников профсоюзного собрания на мороз. И тогда эти люди обратились к профсоюзу, авиадиспетчеров, все, сургутские авиадиспетчеры, с просьбой начать общепрофсоюзную голодовку. Ну, забастовки вам запрещены, а голодовки? Не запрещены. И началась голодовка. А авиадиспетчер должен идти на работу. Если он идёт на работу, он сначала идёт куда? К врачу. И получает на каждую очередную смену справку о том, что он допущен к работе. Значит, всё меньше стали допускать. Диспетчеры голодают, всё меньше допускают. Закрываются воздушные движения. Одно, второе, третье, четвёртое. Закрылось 40% воздушного движения России. Никаких запасовок не было. Все авиадиспетчеры рвутся на работу. Их не пускают эти злобные врачи. Нет, я вас не пущу. Нет, я пойду. Нет, я вас не допущу. Потому что на ответственность кто будет нести? Кто допустил? Медик. Когда дело так развернулось, администрация пошла на Попятную и договорились. Требование удовлетворить. Раз. Второе. Авиадиспетчеров не привлекать к суду. Однако, значит, в двух городах, в Омске и Новосибирске, авиадиспетчеров судили и присудили запретить голодать. Вот я вам могу запретить голодать? У меня есть какие-то права как преподаватель? Но такого права нет. Вы скажете, ну, Михаил Ильич, ну, что вы это? Что вы это говорите? Как вы можете нам запретить голодать? Мы и так голодаем, мы студенты. А вы еще запрещаете. Короче говоря, что по этому поводу сказали разные инстанции? Вот наша газета, где я главный редактор, мы такой сразу нарисовали картину, когда, значит, судебные приставы-исполнители с большой ложкой бегут кормить авиадиспетчера. Вот. А президент Федерального профсоюза авиадиспетчеров Сергей Анатольевич Ковалев выступил с таким заявлением, что мы люди законопослушные. Вот этим 12 человеком в Омске и Новосибирске, хотя мы договаривались под суд не отдавать, но нарушил работодатель это. И вот есть судебное решение. Им запрещено голодать. Но они не будут голодать. Мы будем все остальные инстанции в печерах голодать. А они будут переедать. И я вас уверяю, результат будет тот же самый. Вы пробовали три обеда съесть и пойти к врачу и померить. Но если три обеда еще не реагирует в ваш организм, четыре, но всегда найдется какой-то N, сверх которого уже показатели ваши пойдут в разнос. Поэтому когда начинали свою борьбу 15 лет назад авиадиспетчера, у них было 15 тысяч зарплата, а сейчас у них от 40 до 250 тысяч. Почему? Потому что зарплату повышает кто? Кто продает свою рабочую силу или кто ее покупает? Кто продавцы рабочей силы? Работники. Поэтому а если я покупаю вашу рабочую силу, могу я как-то озаботиться о повышении? Все, повышать цену на то, что я покупаю. Вы что, я не сумасшедший? Вы что мне хотите предложить? Поэтому какие-то странные надежды существуют у работников, что работодатели повысят им зарплату. Ну как вот работодатели, которые покупают рабочую силу, повысят цену на то, что покупают? Это же дикость. Это должны все сами понять. А вы продаете рабочие силы. Ну вы продавцы, так вы устанавливаете. Но если вы один будете устанавливать, вас никто не купит. То есть вы должны что? Делать коллективно действовать. Вот поэтому нужны профсоюзы, нужны коллективные действия. Коллективным образом можно ее повысить, а в одиночку невозможно. Ну какие-то вот есть отдельные, пусть им станочники, виртуозы, что кроме них вот он один человек может сделать это изделие, а больше никто. Тогда он может еще монопольно выставлять какие-то требования. А в общем плане это невозможно. Так что это я вот говорю о тех случаях, когда формально, юридически нету никакого коллективного судового спора. Нет никаких забастовок. Просто собрание, просто... Или люди просто кушать не хотят. А почему не хотят? А потому что посмотрели на листки свои по зарплате и аппетит абсолютно пропал. Вы будете кушать? Будем. А когда? Когда аппетит появится? А когда появится? Ну когда в листках какой-то нормальной цифры увижу и аппетит и появится. нет, не появится. То есть борьба, в том числе и коллективная, она предполагает ну и сметку такую. И она предполагает и военную хитрость, как известно. А не просто, так сказать, в лоб что-то тут решается. То есть это говорит о том, что здесь люди должны думать, как добиться своих интересов. Если они ведут борьбу. Если они не ведут борьбу, они не выиграют никогда. Скажем, есть такая форма, тоже юридически никак она, юридически она ни в чем не выражена, нет таких норм, которые не запрещают, не разрешают, она не касается этой юриспруденции. Вот с какой скоростью вы должны работать? Вот я, видите, сейчас я лекцию читаю. Но я же могу лекцию читать гораздо медленнее, потому что скорость моей чтения лекций пока что законно мне регламентирована. А могу еще медленнее и так далее. И это форма. Поэтому когда вдруг председатель профсоюзной организации беседует с директором, потом они вместе подходят к окну и председатель профсоюзной организации говорит, у нас сегодня такой день особо важный в плане соблюдения норм охраны труда. И директор видит, что подручники трехэтажные, которые перегружают огромные двадцатифутовые контейнеры, они едут не со скоростью тридцать километров в час, как обычно, со скоростью три километра в час. И знаете, как замедленное кино? Все так едет. А директор говорит, ну я понял, смотрит, а что он может делать? Ну что? Ну что вы можете? А вы вот потребуете, чтобы вы быстрее ехали. А если они будут ездить быстрее? там был случай, когда погрузчик зимой сбил загородку, упал на лед, проломил лед, упал этот погрузчик многомиллионный, и соответственно и водитель туда же и погиб. И вы будете в этих условиях требовать, чтобы ускорили? Это невозможно ускорить. Тут другое дело, что сами водители хотят больше зарабатывать, нормы делать и так далее, но вы удовлетворите их требования, а если вы их не удовлетворяете, вот они будут так вот работать. Как говорят, вы нам будете давать разбавленную зарплату, мы вам будем давать разбавленную работу. Ваш на ваш. То есть надо понять такую простую вещь, что конфликт это не спор, потому что если речь идет о конфликте, это противоречие двух сторон, которые обострились до такой степени, что сила аргументов заменяется аргументами силы. Сила аргументов была на переговорах, поэтому надо всячески приветствовать переговоры. Есть в законодательстве целый раздел, который называется коллективные переговоры. В чем польза этих переговоров? В том, что когда люди убедятся, что вот три месяца вышли переговоры, на три месяца представители работников освободили от работы с оплатой по среднему, и за три месяца работодатель не пошел на уступку ни в чем. К чему это приведет, эти переговоры? В чем их польза? А в том, что следующие будут уже не переговоры, а соберется конференция, выставит требования, начнется процесс разрешения коллективного трудового спора, как он написан, а на самом деле конфликт. поэтому как вы изживете иллюзией о том, что добрый барин наконец он все-таки поймет и сделает то, что надо. Вы хотите, чтобы он повысил вашу зарплату, то есть он уменьшил свою прибыль и, так сказать, отказался от покупок дополнительных островов или от закладки этих украшений и золота, только потому, что вы пришли и потребовали. Надо понимать, что это такие вещи, которые достигаются только серьезной такой борьбой. Существует другая форма работы. Вот я уже говорил о работе в выходные дни и работе сверхурочной. Это святое право работников, они сразу это могут ликвидировать и нормы труда. А существует еще другая форма такой работы. Вы приходите на работу, все связаны с механизмами. Вы знаете хоть один полностью исправный механизм? Вы приходите и видите там неисправность. Ну, конечно, мы могли бы работать на нем, но вы рискуете своей жизнью, охраной своего здоровья и также других товарищей. Может отлететь какая-то часть, кого-то попадет, его убьет, волосы сорвут и так далее. Поэтому вы пишете бумажечку и отправляете эту бумажечку куда положено, по начальству прошу отремонтировать как бы желательно побыстрее станок, чтобы я мог продолжать раннюю работу. Ищите дальше, открывайте капитал марка и читайте. Сколько вы будете читать? Ну, пока не отремонтируют. А вы знаете какую-нибудь технику, которая бы всегда была исправной? поэтому вдруг во всем цеху внезапно там 40-60% станков потребовали ремонта. И причем каждый из них написал бумагу и требует срочно его отремонтировать. И эти люди, которых там не так много ремонтники, они уже забегались и никак не могут это обеспечить. И пока это не обеспечивают, это что такое? Ну, это простой по вине работодателя. Что нужно делать тогда простой по вине работодателя? Как ничего? Две трети будьте добры платить денег. Я ничего не делаю, а вы мне две трети зарплаты платить будете по закону. Случай простой по вине работодателя. Это же не по моей вине. Но если этот работодатель так не понимает, то вот ему можно объяснить на таком языке. То есть это является забасток и нет. потом есть люди, которые внимательно будут читать всякие нормы и правила. Вот что, вы пришли утром на работу, что нужно сделать? Пойти работать? Это у вас примитивный такой взгляд. Что нужно делать, когда пришли на работу? Не знаете. Вы работаете или? А? Ну, зависит. Ну, зависит. Ну, Я на производственном предприятии берем типичные случаи. Что нужно сделать, если я пришел на работу с утра? Вовремя пришел. Надо пригласить инфектора по технике безопасности. Пусть он вам расскажет, как безопасно вести работу с техникой. А вы будем вопросы задавать. Вы сколько вопросов можете мне задать, если подготовитесь? Вот сколько угодно будете мне задавать вопросы. А это будет рабочее время? Вы уклоняете от работы? Нет. Вот. Потом мы пойдем проверять нет ли обрывов на тросах. Потому что на расстоянии 10 сантиметров должно быть не больше одной проволочки обрыв. Можно работать, если одна проволочка, а если две уже нельзя. вот мы пойдем будем месяц расстоит проверять. Ну короче говоря, после обеда начнем работать. Теперь дальше. После того, как вы проверили технику безопасности, вы должны заняться изучением того, в каком состоянии ваша техника и возвращаемся к пункту, который мы уже обсуждали. То есть там надо ремонтировать вашу технику, а вы опять сидите и ждете то есть это вот такого рода работа. Теперь прошли работники полностью процедуру. Процедуру включает в себя примерительную комиссию, где сидят люди от работников, которых оплачивать должен по-среднему. Вот 8 человек сидит, не работает, а только занимается обсуждением этого. Потом прошла примерительная комиссия, написали протокол разногласия. Знаете, что такое протокол разногласия? По поводу требований. Требования были выдвинуты. Начинается коллективный трудовой экспорт, то есть конфликт. Когда уже не просто переговоры, а когда работники на конференции утверждают требования. Есть глупые требования, есть умные. Например, глупым требованием является индексировать зарплату. Почему? Потому что индексировать зарплату означает никогда не улучшить свою жизнь. Потому что если ее индексировать, то индексация называется повышение зарплаты на тот уровень, который был в прошлом году. У вас в течение года реальное содержание зарплаты все время падает. и в конце года вы добились индексации, скажем. Требование такое оказалось безграмотным и глупым, что вы добились индексации зарплаты. И вам снова вывели на тот уровень, который был в январе прошлого года. Как только вы это получили, в связи с инфляцией продолжается снова понижение. И так все время. То есть вы как бы вот тот персонаж греческого эпоса, сиев. Закатывает камень наверх, а потом камень скатывается вниз. Он опять закатывает наверх, камень скатывается вниз. Поэтому вот это требование глупое индексации. А есть неглупое требование, например, повышения реального содержания зарплаты. Более того, оно имеет свое выражение в двух статьях Трудового кодекса. Во-первых, в статье 130-й государственные гарантии обеспечения повышения уровня реального содержания зарплаты, где черным по белому записано, что государство гарантирует повышение уровня реального содержания заработной платы. Правда, никакой ответственности не предусмотрено, потому что в самом Трудовом кодексе меры ответственности не прописаны, а меры могут быть прописаны в уголовном кодексе, там нету такого, за этот, пункт нету уголовной ответственности. Есть еще кодекс об административных правонарушениях, там тоже нет. Или если есть какие-то наказания, например, за невыполнение коллективного договора, за уклонение от процедуры разрешения коллективных трудовых споров, за уклонение от составления коллективного договора, это в размер где-то 5 тысяч. То есть это настолько малые суммы, что совершенно понятно, что администрация может сознательно предлагать идите судитесь, потом начнется исполнение этого решения, придут судебные приставы исполнители, а все это будет вокруг 5 тысяч, и измотают всех представителей работников. Поэтому, строго говоря, заниматься решением этих вопросов в судебном порядке совершенно бессмысленно и не нужно. А вот если вы выставляете такие требования, они законные и справедливые и законные. То есть обеспечить повышение реального содержания заработной платы на какую величину? Ну вот на индекс инфляции плюс 10 процентов или 5 или 7. Ну вы пишите 10, а потом будут переговоры, потом будет компромисс и получится 5. А если вы заложили в требование индексацию, вам вместо индексации не только не выведут на уровень снижения жизненного уровня трудящихся, а где-нибудь на половину или на треть только. Как сейчас правительство говорило в вопросе о пенсионной реформе, мы говорим на 1000 рублей повысим, у вас отберем 5-летнюю пенсию и мужчин и женщин на 5 лет, пенсию за 5 лет, посчитайте сколько это, если по 14 тысяч в месяц, 800 примерно на 1000 отберем и зато повысим пенсию на 1000 рублей в месяц, сильно, 1000 рублей в месяц, с учетом того, что только за квартиру не менее 4000 люди платят. и вот из этих 1000 500 рублей это индексация, то есть то, что возвращается, временно возвращает на 1 месяц государство работникам то, что у них на самом деле или о пенсионерах в данном случае отнимается с помощью повышения цен. Цены ведь повышаются не стихийным образом, как вы считаете? Цены повышаются вообще? Цены растут или нет? Да, а вы видели, как они растут? Что, вот вы смотрите на сцене, видели такое? Молодой человек, цены не растут, их повышают. Это так говорят, что они растут. А затраты растут или их повышают? Затраты растут? Что вы говорите о продуктах, которые вы покупаете? Так, можно говорить о всех продуктах. все продукты, которые в мире изготавливаются, подчиняются общему закону совершенствования орудий труда, которые действуют с момента возникновения человечества. Все время совершенствуются орудия труда и растет производительная сила труда. А в чем состоит, в чем выражается рост производительной силы труда? Что все меньшее количество людей требуется для производства такого объема продуктов, или наоборот, труда, все меньшее труда требуется для производства продукта одного. Это называется рост производительности труда. Показателем роста производительности труда является количество труда, которое содержится в одной единице продукта. Эта величина называется трудоемкость. Вот самый точный показатель производительности трудоемкость. Трудоемкость у нас снижается или повышается? Во всем мире она снижается. Во всем и на все. И в этом состоит технический прогресс. При этом нам еще рассказывают про гигантский разворот научно-технической революции, про цифровую экономику, про умную экономику. Что же вы умные в этой экономике, если затраты у вас увеличились? Разве это умные или это глупые? А вот она больше хитрая. Потому что скажем, если я являюсь олигархом, то я повышаю себе прибыль а. За счет роста производительности труда, б. За счет монопольного повышения цен. Я кладу себе в карман сначала прибыль за счет технического прогресса дополнительного, а потом кладу себе в карман прибыль не за счет роста цены, а за счет повышения цены. Потому что я их монопольно повышаю. Я их повышаю, если я руководитель соответствующей компании. А цены не растут. Никогда. Это грибы растут, растения растут, а цены никогда не растут. Их повышают. И так быстро повышаются, что даже ценников таких постоянных уже и нет. Какие-то картонки, на которых пишут, разные они. Или нашлепки, которые быстро набирают, на компьютере вчерем я сидят и нашлепывают, потом завтра другие нашлепнут. или делают по-другому. Оставляют цену тоже, а вес уменьшают. Скажем, буханка хлеба уже не килограмм, а 900. Или пакет песка сахарного, 900 грамм, 800 грамм. И то же самое молоко уже в бутылки наливают меньше и так далее. Но это видно и невооруженным глазом. Вы же знаете, что работников все меньше. Нам еще рассказывают, что скоро роботы всех заменят. Но если роботы скоро всех заменят, значит труда все меньше. А продуктов все больше, если роботы прямо как из пулемета выкидывают эти продукты. Так если поделите теперь количество труда уменьшенное на количество увеличенное продуктов, что вы получаете? Колоссальное уменьшение. Значит, если вы такое рассказываете, значит у нас все затраты идут вниз. А почему если затраты идут вниз, а цены идут вверх? Почему? А? Потому что их повышают. А почему повышают? Потому что я монополист. Если я монополист, больше никто не выпускает. Могу я повысить? Могу. Вот когда борются несколько каких-то групп монополистических, они бывают одна сбивает цену, другую. Поэтому кое на что у нас цены падают. А в целом тенденция к повышению цен. А затрат сокращаются. И при том, что вот есть эти такие замечательные вроде статьи, как 130-е и 134-е у нас в законодательстве, при этом преспокойно летом. С 2013-го года у нас заработная плата сократилась реально до 92,5%, а реальные доходы граждан, то есть пенсии, пособия, стипендии, 90,5% от уровня 2013-го года. И это проголение продолжается. То есть на самом деле идет постоянное ухудшение положения работников. Иногда это рассказывает, что это, дескать, кризис. Как же это кризис, когда в это время другая сторона этих же отношений очень сильно погасеет. За 2016-й год на 10% выросло количество миллионеров долларов в России и на 11% количество долларов миллиардеров. Поэтому не так обстоит дело, что, дескать, общая беда, общая печаль. И нам рассказывают постоянно про какой-то кризис, который состоит просто в том, что монополисты пользуются своим монопольным господством для того, чтобы повышать цену и получая. Точно так же, как и здесь. Сейчас в пенсионной реформе государство ничего не делает в экономике такого, чтобы получить дополнительные средства, увеличить производство. Производство, если увеличится, будет больше прибыли. Будет больше прибыли, будет больше налогов, будет больше работников, больше будут платить пенсионные отчисления. Нет, это ничего не предполагается. Даже никакого разговора не идет о том, чтобы улучшить положение в нашей экономике. Вообще эти пенсионные компании, этой ноты основной, а как будет развиваться наша экономика? дескать, вот у нас послевоенные там спад был, население, а подъем экономический нельзя сделать? У нас же на уровне менее процента темпы роста экономики. А почему? Да у нас наша промышленность вообще не имеет никакого кредита, а кредит не дает Центробанк, потому что он просто кормит коммерческие банки. Коммерческие банки получают по 7,25 по ключевой ставке, добавляют 7, получают 14 и дают всякие финансовые спекуляции средства. А представители реального производства не могут получить кредиты, потому что невозможно отдать 14%. Зато я могу рассказать, как действуют всякого рода жулики и спекулянты. Например, есть у нас такой театр малый оперный, знаете, на площади искусств. Его художественным руководителем является гражданин Кехман. гражданин Кехман и хорошо известен как банановый король. Он фрукты возил из Латинской Америки. И как представитель крупного бизнеса попросил 4 миллиарда у Сбербанка кредит. Ему дали 4 миллиарда, насмотревшись, какие корабли с бананами он возит. Он эти 4 миллиарда никогда не отдал. тогда наш Центробанк решил с ним судиться. И чтобы у него забрать его богатство. А тогда Кехман поехал в английский суд и в английском суде добился решения вопроса. Но если у вас было бы 4 миллиарда, я думаю, вы несколько миллионов могли бы выделить адвокатам из этой суммы. Это не пострадаете уже. Потому что 4 миллиарда там несколько миллионов это не разговор. Миллиарды же миллионов, это тысячи миллионов. И он выиграл. И он банкрот. Вот если я сейчас у вас деньги возьму, сделаю скорбное лицо и скажу, ой, я завтра собирался отдать вам. Ну, обанкротился. Все. У кого должно быть скорбное лицо уже? У вас. И вот гражданин Кехмана одновременно еще стал, будучи директором Малого театра, директором еще и Новосибирского театра. Как бы это вот ему сейчас считается культурных деятелей трогать нельзя, хотя они являются махинаторами там в экономической сфере. Ну, наш суд заявил, что нам это, и Сбербанк заявил, нам, английский суд, ничто. Тогда Кехман пошел в российский суд, и тут его объявили, добился, чтобы его объявили банкротом. То есть, если я у вас деньги забрал, и оформили банкрот, я вам уже ничего не должен. Правильно? Вот он так это и сделал. Ну, пришлось ему еще отстегнуть от 4 миллиардов несколько миллиончиков, чтобы это дело провести. но, но, значит, тогда судебные приставы исполнители стали исполнять, и стали у него изымать недвижимость в обеспечение кредита, вот этого долга, который он должен отдать, поскольку он обанкротился в обеспечении 4 миллиардов. И нашли у него, за ним записано, одна квартирка, однокомнатная, ее и забрали. И все. А деньги где остальные? Вот я могу вам дать на время деньги? Я вам и дал. Меня будут судить, а деньги у вас. А вы-то тут ни при чем. А вам, Сергей Ильич, а вы не возьмите у меня 500 миллионов на время? Это 2 миллиардика, возьмите, пожалуйста. Это у меня сейчас сложные условия, и все. Потом приходят ко мне домой. А это говорит, это чье? Это бабушки. А это, это дедушки. А это, это мамина. А это что? Это папина. А это что? Это детей. А это что? Жены. А ваше есть что? Есть. КВН-49. Видели такой телевизор? Нет? Такой балокранчик. Вот это мой. Можете описывать и забирать. Но по нашим российским законам не может быть директором государственного какого-то предприятия или учреждения банкрот. Поэтому Кехман перестал быть директором и новосибирского, и нашего малого опера. Теперь он просто художественные руководители. Цирк. Художественные руководители. Учитесь вот у товарищей предпринимателей, как надо вести борьбу. А, так сказать, товарищам рабочим, трудящимся, не хватает шметки, чтобы так красиво как-то это делать. Я уж не говорю о таких операциях, когда банкир собирает деньги. С кого он собирает? Ну, с тех, кого он привлекает. Чьи деньги он привлекает, дескать. Ну, что вы в сбранку несете? Там же малый процент. Вот идите ко мне, у вас будет 6-7 процентов. Идете, вы сдали, вы сдали, вы сдали, вы сдали. Он набрал 200 миллиардов, перегнал их за границу, а потом сел на самолет и улетел. И тут вдруг сподобились его ловить, арестовывать, заочно. Если вы меня заочно арестовываете, мне плохо или хорошо? Какая мне разница? Заочно. Вот максимальная сумма, с которой вы так вот сделали, 200, ну, меньше там 120 миллиардов. Это же не свои деньги, то есть есть деньги с самого банкира, это, ну, там, 130 миллионов. А дальше он привлекает ваши денежки. Ваши денежки улетели. Туда. Значит, что из этого следует? Из того, что я говорил, что нужно очень внимательно и строго читать и изучать закон, Трудовой кодекс и закон о профсоюзах. А что делать? На этот вопрос в законе ответа нет. То есть нельзя делать то, что запрещено законом. Но даже можно больше сказать. Или, может, и запрещено, но если нет ответственности, то тоже можно делать. Или запрещено законом, есть ответственность, но слабая ответственность, меньшая, чем выгода, которую вы получите. Тоже можно делать. Поэтому не должно быть правового фетишизма. Потому что это, вы должны понимать, что эти нормы права создали люди, заинтересованные. В чем? В том, чтобы они выиграли, а не вы выиграли. Поэтому это вопрос, который надо решать через призму конфликта. У нас есть две стороны. И то, что выгодно одной, не выгодно другой. Но есть, например, такие варианты действия, которые выгодны обеим сторонам. Например, рост производительности труда, переоснащение производства передовой техникой. Выгодно и той, и другой стороне. Почему? Если, скажем, я капиталист, вырастает производительность труда, то, соответственно, падают затраты. Правильно? На единицу продукции. А раз падают затраты, то, значит, если я увеличу зарплату работникам, там, скажем, на 10%, а производительность труда выросла на 20%, то, если рост зарплаты меньше роста производительности труда, то прибыль растет. Потому что затраты снижаются на единицу, продукции, а, соответственно, прибыль возрастает. Поэтому есть такие варианты, когда, если они связаны, конечно, с техническим прогрессом, не с тем, что давай-давай, что давайте больше работайте, давайте интенсивнее, значит, нажимайте кнопки или там рычаги. А если речь идет о техническом прогрессе, на самом деле, или не вырождается, когда все это в болтовни про цифровую экономику, я скажу, экономика цифровая, а цифры какие? Нули, нули, нули. Цифровая. Да в экономике никакой нет цифры одни и разговоры. Как у нас есть электронное правительство. Что это такое? Какое оно правительство? Что значит электронное правительство? Красивое название. Ну, есть машины, есть средства связи, с помощью которых вы можете получить какие-то госуслуги. Я, например, недавно получал справку о том, что я не привлекался к ответственности за употребление наркотиков. Для Невиновинского Института экономики и управления прав, где я иногда лекции читал, где мне это чтение оплачивали. Ну, вот им потребовалось, так сказать, бумажка такая. Но еще я не оформил, вот еще только заказал через госуслуги справку о том, что я к уголовной ответственности не привлекался. Ну, надеюсь, что цифровая вот эта экономика мне поможет. Значит, какой вывод мы должны сделать? Что если вы рассматриваете право со стороны, насколько оно регулирует эти самые трудовые конфликты, оно представляет собой такую общую схему, общую систему, от которой вы должны соблюдать. Если вы нарушите эти правила, то это будет нарушение процедуры разрешения коллективного трудового спора, и ваша забастовка может быть признана незаконной. Ну, а какая там процедура? Сначала идет примирительная комиссия. Скажем, грубо говоря, неделю, пять рабочих дней. В законе записано, что может быть через три дня после начала работы примирительной комиссии может быть проведена предупредительная забастовка продолжительностью один час. Никто из толковых профсоюзников никогда этим не пользуются, потому что это такая профессионная норма, потому что забастовка такое трудное и сложное дело, что надо только начались переговоры в примирительной комиссии, а вы уже проводите забастовку, и вам не организовать это значит будет то в лес то под рова, остановят работу не больше 50%, а меньше, а если меньше 50%, значит это никакая не забастовка, правильно? забастовка тогда большинство работников бастует, а другие может быть шрекбрехеры, а если у вас основная масса работает, какая же это забастовка? Поэтому никто этим не пользуется. И вот проходит предупредительная комиссия, иногда администрация чувствуя, или работодатель чувствуя, что идет дело к проигрышу своему, они говорят, давайте еще будем переговоры проводить, по таким и тянут эту волынку, иногда переговоры могут тянуться целый год, но уже в примирительной комиссии, то есть нет таких сроков ограничительных, а в это время работодатель оплачивает переговорщиков, тех, которые сидят, а переговорщики раз в неделю приходят, а остальное время они ходят по бригадам, по отделам, ну и беседуют, и ведут работу с коллективом, чтобы коллектив где-то каким-то образом поддержал эти переговоры, а как он может поддержать, вот в тех форумах, о которых я говорил, которые формально не являются забастовкой, а по сути дела являются скрытые забастовкой. Затем предусмотрен такой этап, как примирительная комиссия заканчивается, чем она должна закончиться? Протоколом разногласий. Как пишется протокол разногласий? Вот на одной стороне позиция работников, на другой стороне позиция работодателя. Страница разделена на две половины. Работники формулируют свою позицию, работодатели свои. Тут спора не может быть. Какой тут спор? Ну, вы как считайте, так и запишите, я как считать, так и напишу. И два подписывает секретаря. Секретарь от работников, а секретарь от работодателей. Если вдруг какой-то другой стороне что-то в голову пришло, она не подписывает, ну и не надо. Подпишите вы со своей стороны и хватит. Вы написали, в чем разногласия? Они могут свой писать протокол. Составили протокол разногласия и переходите к следующему этапу. А следующий этап называется трудовой арбитраж. В примирительной комиссии встречаются стороны, а в трудовом арбитраже нет, стороны не встречаются. В трудовом арбитраже встречаются арбитры. Арбитры три. Один арбитр это тот, кого предложили работодатели, но не из работников этого предприятия. Как бы независим. Другой арбитр от работников, но не из работников этого предприятия. Это уже независимый. Вот я был однажды независимым арбитром в порту про разрешение коллектива федовых споров. И один от государства представитель. Обычно это представители службы. Вот у нас, например, руководитель службы про разрешение коллектива федовых споров Котлобаев Валерий Иванович был у нас председателем тортового арбитража. А он у меня дипломник был в ВПК. Поэтому работники выиграли. Но он независимый. Ну я, естественно, независимый. И тот независимый. Все независимые. Но сейчас норма такая записана в законе, что трудовой арбитраж проводится, если стороны договорились о том, что будут выполнять его решение. А вот какая-то сторона не согласилась выполнять его решение. А ее нельзя заставить. Поэтому, если обе стороны или одна из них сказала, что не будет выполнять, то он не проводится. Но тогда надо записать, запротоколировать, чтобы было обсуждение вопроса об образовании арбитража. Если вы этот вот не запротоколировали, протокол не составили, обсуждение вот этого вопроса, то вы этот этап не прошли. А если заставили протокол, прошли. Переходим к следующему этапу. Приглашение посредника. Значит, как бы есть такой умный человек. Вот у нас вот есть даже целый у вас тут по выработке центр, по выработке мирных конфликтов, стратегий и так далее. Я и там работает товарищ Карпенко, и так плодотворно. Но я хочу сказать, что я таких случаев, хотя я, в общем, достаточно широко знаю практику конфликтов, чтобы был совершенно независимый ни от какой стороны человек, их так и не бывает. Вот если я предложу свою кандидатуру, не я, конечно, а какой-то независимый там. Вот, допустим, я предложу человека, который является одним из лучших бизнесменов. Он в сотню бизнесменов ленинградских, в Санкт-Петербургских вошел. Виктор Георгиевич Долгов, доктор экономических наук. Он независимый? Независимый. Но он вот был главным редактором газеты «Народная правда», а я после него. Тогда я был научный консультант, а теперь он председатель редакционного совета. Но он независимый. Вы будете соглашаться с моей кандидатурой? Не будете. А вы приглашаете вот товарища, мы его знаем, он очень справедливый, хороший, честный, и все правильно решает. Но вы же его предлагаете. Я соглашусь, если вы его предлагаете. Я же, черт Николаевич, нет. Поэтому давайте напишем протокольчик, что одна сторона не согласилась с кандидатурами, предложенными другой стороной, а другая сторона не согласилась с кандидатурами, предложенными этой стороной. И, соответственно, в связи с этим не проводится трудовой арбитраж. Не проводится. И закончились все примирительные процедуры. Дальше что? Дальше закон говорит, что теперь надо снова собрать конференцию. И на этой... Ну, конференцию надо собрать либо конференцию коллектива, либо, если профсоюз включает больше половины работников, может быть, конференция профсоюза. Он тогда вполне выполняет свою представительскую функцию. Собираем конференцию и принимаем решение на этой конференции уже о забастовке. Какое решение? Решение о том, как ее проводить, в какой форме. А форма может быть какая? Полная или частичная забастовка? Полная забастовка, это значит, ничего не делаем. В течение всей забастовки нисколько не работаем. А частичная, это значит, не работаем, допустим, два часа. Я бы советовал два часа. Почему? Во-первых, потому что когда вы не будете полностью работать, вы ничего не будете получать, зарплату. А зачем вам это надо? Потому что забастовка, возможно, будет не две недели, а два месяца, а может быть три, а может полгода. Так вот, если вы будете получать за шесть часов труда, то вы проживете. И не только вы будете испытывать некоторые неудобства, но и работодатель будет испытывать большие неудобства, потому что вместо восьмичасового рабочего дня у вас воцарится в вашей организации шестичасовой рабочий день. Причем вам не надо писать президенту, ходить к премьеру Медведеву по поводу того, что вы сделали шестичасовой рабочий день, а просто вы себе решением конференции установите, что будем проводить забастовку в виде более короткого рабочего дня на два часа меньше, чем обычно. В смену. И все. И вы перешли к шестичасовому рабочему дню. Для этого вам надо еще записать, что забастовка будет бессрочной. Не на неделю, не на месяц, а бессрочной. Раз бессрочной, и вот вы и перешли к шестичасовому рабочему дню. Вот эту мечту человечества вы очень просто осуществили у себя на предприятии. Если вы это все организовали грамотно, культурно, юридически и верно. Значит, что касается издельщиков, то, как вы понимаете, они раньше свой труд растягивали на 8 часов, а теперь они повысят интенсивность труда и практически получат ту же самую зарплату за 6 часов. Это мы даже видели во время забастовки докеров. У них было на 1 час меньше они работали. А зарплату почти такую же получают. Но раньше приходили домой, больше отдыхали, особенно если летом. Особенно в связи с тем, что раньше они сверхурочно работали, выходные дни тут ни сверхурочных, ни выходных. И на час меньше работаешь. Красота! И так можно выставать сколько угодно. Хотя другая страна думала, что сейчас будет забастовка, у вас будет бастовать скоро ваша семья, потому что вы зарплату не принесете. А тут как? У вас за 6 часов зарплата будет? А работаете вы? Будете более интенсивно получите. Что касается товарищей повременщиков, там придется использовать эти 2 часа для организации нажима на работодателя, потому что неравные получается оплата. Вот уже зельщиков выросло, а у повременщиков вот это несправедливость. Вы эту справедливость порождаете. Тут надо дальше бороться. А если вы не будете соглашаться, мы еще укоротим. в ваших же руках за 3 дня предупредив, в руках забастовочного комитета сделать это. Вот. Но надо иметь в виду, что вот вдруг, если такие случатся события, что какой-нибудь суд предвзятый, признает забастовку незаконной, профсоюз, который организовывает, будет нести ответственность. Поэтому профсоюзники опытные знают, что забастком не надо включать туда членов правкома. Это обычные рабочие там забасткоми. А профсоюзные руководители, они сами пусть руководят. Не надо это ни в какой забастком. Тогда правком говорит, а мы старались, мы предлагали наших, никого не взяли. Вот они избрали таких, они и так управляют. Забастком имеет абсолютную власть. Он решает любые вопросы. В частности, докеры, например, решали, какой вопрос. Вот читаем закон, а там написано, кто отвечает за сохранность имущества работников и работодателей во время забастовки? Кто? Забастком. А кто отвечает за порядок во время забастовки? Забастком. Ну, раз так, раз Забастком отвечает, Забастком организовывает дружину. Вот есть бригада, они целые дружины. Другая бригада, другая дружина. Надо их обучать боевым искусством. Это же охрана, это же серьезная. И когда дело в эту плоскость стало перемещаться, тогда это руководство очень не понравилось, они стали идти на выступку. Потому что они видят, что они перестали управлять предприятием. Вот приходит корабль и говорят, что вот давайте раз-вторых грузите нас. А он говорит, у нас забастовка. Кто говорит? Руководство говорит, у нас забастовка. Идите забастком. Если забастком даст добро, вас разгрузят. Забастком почитают, посмотрят, что за груз, что везем, если для, скажем, для родильных домов, для больных, да, разгрузим. А это, если черти что, привезли, не будем разгружать. Это дело уже, то есть порядке исключений, забастовки, только забастком принять решение. Поэтому вот такая жизнь не очень нравится. Он сразу начинает понимать, кто хозяин тут. Хозяин все-таки тот, кто трудится. И он во время забастовки такой реальный хозяин. Были попытки вот преследовать авиадиспетчеров за их голодовки. Что они устраивали в голодовке, а потом идут после голодовки к врачу, а врач не допускает. и сокращается воздушное движение России. И вот они договорились по итогу переговоров, что их требования удовлетворят и не будут преследовать авиадиспетчеров. Но одно дело договорились, а другое дело жизнь. А на самом деле омские и новосибирские организации госкорпорации по организации воздушного движения стали преследовать авиадиспетчеров судом. И суд принял решение запретить омским и новосибирским авиадиспетчерам голодать. По этому поводу президент Федерального профсоюза авиадиспетчеров Сергей Анатольевич Ковалев выступил по телевидению и разъяснил позицию. Говорит, мы народ авиадиспетчеры очень дисциплинированный и законопослушный. Есть решение Омского и Новосибирского суда, чтобы эти 12 человек не голодали. Они будут не будут голодать. Мы будем голодать. Весь остальной состав профсоюза. А они будут передать. И я вас уверяю, что результат будет тот же самый. Сидят по три обеда и пойдут снова к врачу. То есть всякие могут быть ситуации. Например, ростовские авиадиспетчеры встретились с очень жестким сопротивлением к проведению постоянного профсоюзного собрания. Ростовский работодатель подал в суд на них, что, дескать, они ночью не спят, сидят на своем профсоюзном собрании. И это угрожает безопасности воздушного движения России. И суд пошел навстречу работодателю и запретил проводить профсоюзное собрание с 23 часов до 7 утра. К чему это привело ростовские авиадиспетчеры в 7 часов утра как огурчики все, весь коллектив уже в зале аэропорта, у них начинается профсоюзное собрание, идет до 23 часов. И по-прежнему туда прибегают корреспонденты, вот, жены приходят с детьми, встречаются, там все это обсуждается, то есть ничего из этого не вышло. То есть если это грамотно делается и аккуратно, то можно и тут найти решение. Из этого вывод какой, что вот на все эти законодательные нормы надо рассмотреть, как на такие рамки, нарушать которые нельзя. А что делать в этих рамках? Ну, это, вот тут надо думать. Тут вот нужно знать и теорию, и практику, и вообще тут нужно творчество. То есть вообще во всякой борьбе решающим является не следование к каким-то нормам, а творчество. А нормы, ясное дело, что если есть нормы, надо их с ними считаться. По крайней мере соответственностью надо считаться, какая может быть. Вот характерно, что одновременно с проведением таких мероприятий авиадиспетчеры формально тоже стали готовиться к забастовке, хотя им запрещено бастовать. Ну, им запрещено бастовать, но они могут же собрать конференцию и принять решение о том, что будут бастовать. Вот они собирают конференцию, и приняют решение, что будут бастовать. Потом в этом решении указывают, что это решение потом и с полком профсоюза должен принять, конкретно когда бастовать. И вот эту резину тянут, никакой забастовки нет. А ведет процедура, так сказать, оформление того, чтобы сделать забастовку. Работодатель побежал в суд, работодатель вызывает в суд авиадиспетчеров. Приходит президент федерального процедура авиадиспетчера, говорит, не может суд состояться, потому что у них нет доверенностей. Раз, и это заседание закрыто, без рассмотрения. Все. Через месяц снова собирается, суд же, завтра же не будет суда, через месяц теперь. Через месяц собирается суд, и опять рассматривается вопрос. Ну, что спрашивает судья Сергей Анатольевич? Ну, все, есть у них доверенность? Да, говорит Сергей Анатольевич, есть. Ну, что, проводим суд? Да, конечно, проводим. Сергей Анатольевич, вы вообще закон-то знаете? Конечно, говорит, как же мне не знать, я же президент, профсоюз авиадиспетчер. Но вы знаете, что запрещены забастовки авиадиспетчера? Конечно знаю, как же, не знаю Ну так вы знаете, что я сейчас запрещу вашу завастовку? Конечно знаю, а зачем тогда вы это делаете? Как зачем? Чтобы посадить работодателей за стол переговоров Ну как вам это удалось, говорит судья? Конечно, вот они сидят, вот они, голубчики Здесь То есть Эта вот форма используется В расчете на то, что конечно она будет Как бы, эта внешняя форма, рамки такие будут проиграны А в это время будет выиграно дело Потому что в это время они занимаются голодовками Или приезжаю я в Москву Привожу сборники заседания Российского комитета рабочих Вот как раз Сергей Анатольевич меня встречает в метро И мы с ними идем, беседуем А он мне помогает, так сказать, их тащить, их много И он мне говорит Михаил Васильевич, у нас сегодня спартакиада Ну я как-то так, никак не обратил внимания на это Ну вот спартакиада, говорит Ну что, говорит, вы не понимаете Говорит, весь профсоюз бежит Ну и что? Ну весь профсоюз бежит и потом пойдет к врачу Пять километров проберет Весь профсоюз и пойдут Все к врачу На предмет, можно ли заступать на работу И сразу что? И сразу упадет Сисло работающих авиадиспетчеров По чьей вине? По вине не допускают медики Ну вы можете Ну не хотите вот Кому-то запретили голодать А вы бегать что ли мне запретите? Вы можете мне запретить бегать? Это мое святое право Я вот не люблю ходить, люблю бегать Как вы мне запретите? То есть вот Это говорит о том, что тот, кто умеет бороться Тот придумывает, как бороться А не рассказывает, что у нас ничего не получается У вас ничего и не получится Потому что получаться может только у тех, кто соответственно готовится И кто думает о том, что можно придумать и сделать в этой ситуации То есть то, что мы имеем в виде рамок таких юридических Это вот данность Это вот есть Надо с ними считаться Но это не значит, что вы должны Что это вам инструкция, что делать Это никакая не инструкция Ровным счетом Во-первых, потому что там даже и слова конфликт нет И это никакая не инструкция Потому что там и зарплата неправильно изображена Но там есть вещи, которыми можно и нужно пользоваться В полном объеме Более того, есть всякие такие крючки Которые люди даже и не знают Которые не организовывают забастовки Например, вы уже все это вот прошли Процедура, все у вас хорошо получилось Но оказывается Что для того, чтобы провести забастовку Надо решить вопрос с контрагентом А минимум работы во время забастовки Это обязательные условия проведения забастовки Что во время забастовки Вы должны будете кое-какие функции выполнять Потому что, скажем Для оборонной какие-то грузы вам придется Или какие-то вещи для оборонки сделать Срочные причем Причем для инвалидов Может быть там для родильных домов А вы скажете, у нас забастовка Нет, вот это вы обязаны делать И вот раньше это было не урегулировано А теперь в каждом отраслевом министерстве Имеется перечень работ Типовой Минимум работ во время забастовки А раньше была такая ситуация Что работодатель задавал такой минимум Что это получился максимум как раз И вот такая была ситуация Например, в первой семидорной кампании Когда ходит Идет забастовка Но минимум объявлен обычный грузопоток Ходит Федеральный директор Борис Палыч Ослан И подходит к одному докеру И говорит Ты бастуешь или работаешь? Он говорит Бастую Но делает все то же самое Потому что это он в минимум ходит Все К второму подходит Ты работаешь или работаешь? А тот говорит Работаю А делает все равно то, что обычно Но вот сейчас не так Сейчас этот минимум Действительно меньше, чем обычно Но вот если это не согласован минимум То забастовка может откладываться Почему? Потому что надо согласовать А если не хочет вторая страна Там у вас конфликт А раз конфликт Так уж прямо она будет согласовывать Это минимум Тогда Надо обратиться В орган администрации районной Чтобы он решил этот вопрос В районный суд Если районный суд То есть сначала в орган А если орган не решил То в суд И вот суд когда решит Наконец-то этот вопрос Тогда вам еще нужно одно условие Соблюсти Надо, чтобы местный Муниципальный орган Знал, что у вас на его территории Проходит забастовка Он никаких разрешительных Запретительных функций не имеет Если вы его не уведомили Вы нарушили Законодательство о забастовке То есть надо пойти туда И не одному Чтобы зафиксировать Что вот там Скажем Вы трое пришли И как бы Им сдали Они если даже вас не заберут То вы составите протокол И подпишите два свидетеля Что вы такого-то числа Во столько-то часов им передали И так далее Или так же придется им по почте Посылать Заказным письмом С уведомлением о вручении То есть вообще Так сказать Не так просто Организовать забастовку Но Не надо Здесь какой-то скорости Надо понимать Что раскачать людей На забастовку Подготовиться К забастовке Очень трудно Поэтому никакой Тут скорости не нужно Что значит Долго готовиться К забастовке Это очень быстро Вот скажем Минимальный срок Подготовки к забастовке 31 день Чтобы соблюсти Некоторые профсоюзники Говорят О, это невозможно Провести Почему невозможно Но дело Самое трудное Как раз Не в сопротивлении Работодателя А в том Чтобы забастовка Была дружной Чтобы она была дружной Полностью Коллектив должен быть готов К ней И одновременно Все остановить работу Когда объявлена будет Забастовка Был такой случай В порту Когда Забастовка Была намечена На 1 сентября На 6 утра И Основные компании Порта Должны были Остановить свою работу В 6 утра Администрация Не верила Что будет забастовка И она решила Все они пришли В 6 часов Посмотреть Что будет Вот порт Он все время гудит Он не работает Один день 31 числа И то там Некоторые службы работают А все остальное время Никаких выходных Нет там такого Что-то останавливалось Непрерывно работают И вдруг В 6 часов утра Вдруг замерло Через 2 минут После того Как вся работа В порту замерла Забастовочный комитет Принес бумагу Работодателю Которому предложил Продолжить переговоры Предложил Принять Принятые Заявленные требования И работодатель Посмотрев на то Что он убедился Что забастовка будет Она уже идет Она организована Блестяще Нечего тут Играть в эти игры Он тут же подписал И все На этом Забастовка закончилась Было Несколько минут Вообще Задачи Такой Просто стоять Не работать Не должно быть Это не задача Это же форма Добиться Своих требований Требования Должны быть Справедливые И законные И главное Что их должны Поддерживать Все работники И эти работники Должны готовы Выступать Например На том же Первом Контейнерном терминале Когда принимается Решение О коллективных действиях Это значит Что вот Неделю Каждая бригада Будет работать В таком Замедленном режиме Вот медленнее Несколько раз Медленнее будете работать Но так все органично Чтобы все Все дело Шло Только если она Вот так идет То тут будет Вот одна Бригада проработала Потом вторая Одна работа Медленная Бригада А другие От нее зависят И вся Работа Конечно Всего Всей организации Замедляется Потом вторая На следующей неделе Другая бригада Медленно работает Потом третья Медленно работает Потом четвертая Медленно работает И пока все бригады Не пройдут Каждая Каждый день у вас Только одно Подразделение Не будет работать Но такое подразделение Без которого Остальные Тоже не могут работать И вот у вас То одно не работает То другое То третье То четвертое А все остальные Которые не будут работать Зарплату Будут получать Потому что они В это время работают Они бастуют А у вас записано Что бастует Только вот это звено А завтра Вот это звено Бастует А завтра Вот это звено А предприятие Не работает целиком А получать зарплату все получают, кроме одного звена каждый раз. То есть в итоге за месяц они там за неделю не получили, а остальное время, так сказать, все они получают зарплату. То есть о чем это говорит? Что надо соображать, что забастовка, как вообще класса борьбы, это искусство. И если у буржуазии есть искусство, и она очень искусственно это делает, правильно? Ну скажем, вот искусственно же делает повышение цен, несмотря на то, что вам абсолютно ясно, что затраты на производство продукции все время сокращаются, всем рассказывают сказки о том, что затраты растут, все подорожало, и поэтому цены растут, а цены не растут, их повышают, причем они их повышают монопольно. И наоборот, когда этого не делали, я вот знакомился с материалами Великой Отечественной войны, войну, 42-го по 44-й год. В 42-м году уже развернуто было производство полностью военное, и уже никого из гражданских разрешений не брали, потому что нельзя было, гражданское производство тоже нужно было везти. Или военное производство, никого не брали в армию с военного производства. Так вот, производительность труда за два года, с 42-го по 44-й, в СССР выросла вдвое. Затраты труда на производство военной продукции, танков, пушек и самолетов сократились вдвое. Соответственно, себестоимость сократилась вдвое. А главным показателем тогда было, в советское время, себестоимость, снижение себестоимости. А прибыль была нормативной, 3% к себестоимости. То вот себестоимость снижается, плюс 3% от снижающей себестоимости, и цена падает. Так вот, цены на военную продукцию с 42-го по 44-й год сократились вдвое, на танки, пушки и самолеты. И доля военных расходов Советского Союза с 42-го по 44-й год, в самый разгар, переломный, можно сказать, в момент Великой Отечественной войны, сократились. А другого не было выхода. То есть, ну, нет людей-то. Людей только убивают, они же больше не рождаются, не расширяются. Поэтому вся была надежда на научно-технический прогресс. Правда, никто не говорил, что у нас умная военная экономика, и никто не говорил, что она цифровая. А зато были роторные технологии, которые, как сейчас сосиски вылетают, так сказать, со скоростью, так вылетали снаряды и патроны, и гранаты делались на потоке. И если, скажем, роботы копируют человека, вот они его копируют, как его поднимают, несут. Это если быстрее, так вот так начинают, и, наконец, руки отваливаются, и это всё отлетает. А роторная технология, значит, вот один диск, тут вот идёт обработка, а потом тащит эту деталь для других операций на другие станки. И это потеря времени и потеря затрат. А тут получается, что барабан двигается, и идёт обработка. Вот он дошёл до этой вот, то тут по касанию другой круг. На другой переходит барабан, и там вторая обработка. И если 20 таких нужно обработок сделать, ну, 20 таких роторов крутятся. Они сначала медленно вращаются, а потом быстрее, 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 и как вот планеты быстро вращаются. Вот роторная технология, это действительно передовая. А робототехника, про неё, вот люди, которые разбираются в технике, что это гробототехник. Потому что вы копированием, вот скажем, самолёты копированием так, что они машут крыльями такого, ни вертолёты не так устроены, ни даже дельтапланы не так устроены, потому что копированием птиц и животных много не сделают. А робот – это копия человека. Не надо делать эти копии, надо думать, как использовать преимущество техники. Совсем не обязательно его делать таким человеком, надо, чтобы вырастало, производительное строительство. Говорит, а что, если будут у нас роботы? Так это средства производства. Ну, считайте, что все средства производства – это робот. Или роботы – это средства. Какая разница? Что делают роботы? Да то, что делают средства производства, повышает производительность труда. А что нужно делать при повышении производительности труда? Мы, говорит, рабочих будем увольнять. Вот у докеров, например, записано в коллективном договоре, что нельзя уволить рабочих без согласования с профсоюзом. Нельзя. А в законе предусмотрена новая система, в отличие от законов о труде, который был уже не в советское время, а до 2002 года, до обвинения нового Трудового кодекса. Была система согласования, а теперь система учёта мнения. А что такое учёт мнения? Высказали своё мнение, я выслушал, и дальше делаю то, что собирался делать. Есть процедура учёта мнения. Эта процедура состоит в том, что работодатель, который собрался принять акт нормативный, который будет обязателен для работников предприятия, он проект направляет председателю профсоюзной организации. Председатель профсоюзной организации пишет мотивированное заключение. Мотивированное значит не обоснование, но хотя бы мотив. Почему вы не согласны? Почему не согласны? Тогда работодатель должен организовать процедуру консультации, переговоров. То есть я вот, работодатель, я вас приглашаю на чашечку кофе, мы пьём кофе. Попили чашечку кофе, поболтали, и вот на следующий день я уже могу издавать приказ. То есть только задержка на пару дней в издании приказа. Вот что такое учёт мнения. А у докеров такая машинка стояла в правкоме, в углу, они туда бумаги, которые не надо, чтобы они распространялись, чтобы их не читали. Поэтому туда опускаешь, она раз и сразу всё это дело разрезает на мелкие части. Они эту машинку называли учёт мнения. Берут какой-нибудь документ, раз туда, и учёт мнения состоялся. Поэтому они везде в коллективном договоре, где можно, вместо учёта мнения, ставят согласование с профсоюзом. А согласование, вот вы приходите, приносите приказ, я пишу, несогласованно. Всё. И это не пройдёт уже. А что это нужно для этого сделать? Нужно заключить коллективный договор. А хороший коллективный договор нельзя заключить, с такими, например, положениями, без забастовки. Только путём забастовки можно заключить хороший коллективный договор. Практика говорит о том, что плохой коллективный договор можно заключить, конечно, обнявшись с работодателем, без всякого конфликта. А если вы хотите заключить хороший, то вы должны его написать в проект этого коллективного договора. И этот проект должно поддержать громадное большинство работников. И они должны это поддержать не только словами, что, я скажу, мы за, или голосованием. Они должны поддержать при необходимости забастовкой. Потому что проходят такие вопросы, которые проводятся с помощью забастовки или угрозы забастовки. Но если вы никогда в жизни не бастовали, и будете мне угрожать, что вы забастуете, разрешите вам не поверить. А если вы уже два раза или три раза забастовали, опять приходите и говорите, Михаил Владимирович, я вот будем это делать, но если вы откажетесь, мы забастуем. Ну ладно, говорю, давайте как-то искать какой-то компромисс. Ну я верю тогда, что вы забастуете. А как я вам поверю, что вы забастуете, если вы ни разу этого не делали? Я не поверю. Но работодатели не дураки такие, которые должны верить всяким разговорам, хотя бы это очень важные такие профсоюзные были деятели. Тут есть еще одна проблема, скажем, профсоюзных деятелей могут стараться подкупить. Или даже они просто содержатся на зарплату, в порядке даже в коллективном договоре записывают, что профсоюзный работник получает деньги от работодателя. Это не очень здорово. А может так получиться, что вот тот работник, который пока был рабочим, он очень хорошо боролся, а потом его положение изменилось. Зачем ему борьба? Он может получать теперь, как освобожденный профсоюзный работник, большую сумму денег, причем выше, чем средний, сами себе устанавливают. А граждане рабочие, вместо того, чтобы следить за тем, чтобы это было среднее, зарплата, чтобы был заинтересован профсоюзник в повышении зарплаты у всех. А они говорят, да ладно, хорошо. И он себе раз 1,4, так вот такой был, председатель правкома докеров морского корта Моисеенко, я установил коэффициент 1,4 от средней докерской. А потом выяснилось, что он даже не от средней докерской, а от средней докерской умножен на 1,1. Кончил дело тем, что его выгнали, и мне пришлось вот защищать профсоюзную организацию от этого самого бывшего председателя правкома, доверенность я получил, который требовал миллион, вернуть ему его пост, председателя правкома, и требовал миллиона за моральный вред. Но проиграл. Вот такие бывают ситуации в жизни, в истории. Мораль. Надо законы знать и относиться к ним, к тому, что является предпосылкой организации борьбы за справедливое разрешение коллективного трудового спора. А само разрешение никак не сводится к исполнению законов, потому что в законе не говорится, что делать, там в законе говорится, чего делать нельзя. Спасибо за внимание. Продолжение следует...